Жители Левадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму. Жители Левадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму. 3.18 РИА Новости. Максим Грознов, император в поселке Левадия в Крыму. РИА Новости. Максим Грознов. Левадия, Крым. 6 мая РИА Новости. Максим Грознов. Жилой комплекс «Император», в котором, по данным СМИ, находится квартира супруги новоизбранного президента Украины Елены Зеленской, вызывал протесты из-за того, что был построен на месте парка напротив Ливадийского дворца, рассказали РИА новости жители поселка Ливадия. Сейчас в элитном комплексе, по словам местных жителей, проживают лишь несколько человек, сами Зеленские в поселке не появляются. Ранее пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечается, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину. 3 мая, 23-8 в Крыму назвали Зеленскому условие для посещения квартиры на полуострове Ливадия. Поселок, который входит в городской округ Ялты, давно перестал быть сосредоточением парковых зон, санаториев и виноградников. Любимое место отдыха императора Николая Ту за последние 30 лет изменилось до неузнаваемости. Сейчас поселок плотно застроен особняками и элитными жилыми комплексами. Рядом с главной достопримечательностью Ливадийским дворцом нет большой организованной парковки, поэтому машины стоят на газонах под реликтовыми соснами. В 100 метрах от дворца заброшены аквапарк и танцпол. Раньше была частная гостиница. Хозяева из Днепропетровска, объясняет местная жительница. РИА Новости Максим Грознов Император в поселке Ливадия в Крыму РИА Новости Максим Грознов ЖК Император в поселке Ливадия в Крыму Комплекс апартаментов Император, в котором, по данным СМИ, и купила квартиру Елена Зеленская, расположен совсем рядом через дорогу от Ливадийского дворца, на улице Батурина. Император Комплекс Император – это пятиэтажное здание с собственной закрытой территорией. У комплекса свой паркинг, свой пляж, к которому можно пройти через парк. Как отмечается на местных сайтах по продаже недвижимости, на крыше есть подогреваемый бассейн и солярий. Дом оснащен собственной котельной, а также системой внутренней безопасности с датчиками и камерами на территории. При всех указанных достоинствах жилой комплекс выглядит необжитым. Входные двери закрыты, и на звонок и стук корреспондента РИА Новости никто не откликнулся. На балконах дома не видно личных вещей жителей, хотя машины на парковке есть. На одном из балконов дома висит баннеры продажи квартиры. РИА Новости Максим Грознов ЖК Император в поселке Ливадия в Крыму РИА Новости Максим Грознов ЖК Император в поселке Ливадия в Крыму Один из сотрудников музея Ливадийского дворца рассказал корреспонденту РИА Новости, что несколько человек в доме все таки живут. Он же подтвердил, что в этом доме находится квартира Зеленской. Здесь? Да. На каком этаже точно не знаю, сказал он. Молодой человек, живущий в Ливадии, рассказал РИА Новости, что видел в императоре даже самого Зеленского. Да, тут квартира у Зеленских. Да, он даже приезжал пару лет назад, по-моему. Я лично видел, как он отсюда на машине уезжал. С тех пор уже не видел их, рассказал местный житель, отказавшийся представляться. Дом на месте парка Согласно информации на местных сайтах по продаже недвижимости, ЖК Император был построен в 2010 году. Как рассказали корреспонденту РИА Новости местные жители, строительство элитного комплекса на территории парка, напротив Ливадийского дворца, вызывало возмущение и протест жителей поселка. Еще все возмущались, потому что это территория парка. Там раньше ничего не было, был парк, рассказала сотрудница винного магазина, расположенного рядом с дворцом и комплексом Император. 3 мая, 9.59. В Крыму рассказали Зеленскому об общему России и Украины. Вроде, у него там даже часть дома. Но я сама его никогда не видела, добавила девушка. Еще одна жительница поселка рассказала, что при строительстве элитного комплекса были проблемы с канализацией. Там канализация не работала. Все плыла сюда, когда строили, рассказывает пожилая женщина, которая живет по соседству с Императором. Она же отмечает, что сами Зеленские в Император никогда не приезжали. Мы тут старожилы. Не правда это, никогда тут не были. Тут вообще никогда их не было, говорит женщина.